Для проведения пробного тестирования в форме ЕГЭ по математике в Сочи работало 13 пунктов проведения экзамена. Как и на самом едином госэкзамене, проверку выпускники проходили в чужих школах. В 8-й гимназии на своеобразную репетицию предстоящего ЕГЭ собрались 11-ти классники 9-й и 16-й гимназий, школы номер 2 и вечерней школы номер 1. Всего 192 человека. Базу сдаю, но все равно готовлюсь, стараюсь. Все-таки надо, чтобы попасть, хорошие баллы набрать. ЕГЭ готовлюсь сразу. Начал готовиться на каникулах перед 11-м классом, чтобы все успеть и также на экзамене не особо волноваться. Других пробных экзаменов у школьников не будет, поэтому это муниципальное тестирование в рамках проекта модернизации образования единственная возможность в том числе и отработать саму процедуру проведения единого государственного экзамена. Это своего рода репетиция для ребят, для того, чтобы на основном экзамене им уже было привычно то, что они в другой школе, чтобы был привычен этот паспортный контроль, который они проходят, чтобы было привычно, что они проходят через металлоискатель. Для того, чтобы ребята сняли психологическое напряжение, которое неизбежно при сдаче экзамена, вот сегодня все это проигрывается. Длится пробный экзамен 3 часа 55 минут. Правило, как на ЕГЭ. С собой только паспорт без обложки и ручка. На математику разрешили прихватить линейку. Камеры сегодня также вели видеозапись, поэтому проносить с собой различные справочные материалы ребята не рискуют. Как известно, при обнаружении шпаргалок выпускника удаляют из класса без права пересдачи экзамена в этом году. Нововведением на самом ЕГЭ станут глушители сотовой связи. По результатам же сегодняшнего пробного тестирования по математике преподаватели определяют готовность школьников. Суммы набранных баллов ребятам озвучат, а также расскажут о недочетах, на устранение которых есть два месяца. Единогосударственный экзамен по математике состоится 2 и 6 июня. Базовый уровень обязателен для всех. От его результатов зависит получение аттестата. Профильный уровень выпускники будут сдавать по выбору. Инга Габеша, Админ Даниловский, телекомпания ФКТ.